Чтобы пройти процедуру компьютерной томографии, пациентам больше не нужно ехать в другой район Подмосковья. Во второй поликлинике Химок завершают подготовку помещения, где совсем скоро появится современный аппарат КТ. Везут оборудование из Германии. По словам врачей, такое приобретение существенно упростит процесс диагностики и лечения больных. В день за медицинской помощью сюда обращаются более 600 человек. Большое количество неинфекционных пациентов нуждаются в прохождении компьютерной томографии. В связи с отсутствием амбулаторного аппарата компьютерной томографии, их приходилось отправлять в другие районы. В настоящий момент мы возьмем всю эту нагрузку плановой помощи на себя. В прошлом году в медучреждении уже установили флюорограф и маммограф. Теперь здесь появится и аппарат КТ немецкого производства. КТ и еще оборудование, которое будет поступать, будет входить в состав клиника диагностического центра. Здесь еще мы сконцентрируем узких специалистов, к доступности которых будет вот это вот диагностическое оборудование, что позволит нам в этом центре проводить раннюю диагностику и выявление заболеваний. Пройти обследование на новейшем оборудовании сможет каждый. Процедура будет бесплатной для всех пациентов поликлиники. Я такой же городской житель, в принципе, как и все. Я также проживаю в Химках, также пользуюсь медицинскими услугами. И, соответственно, мне, конечно, тоже не безразлично, что теперь по полису ОМС в обычной поликлинике можно сделать КТ. По словам главного инженера Химкинской областной больницы Виталия Куклина, помещение, отданное под кабинет томографии, находится на завершающей стадии ремонта. Основные работы выполнены. По линии Мособлэлектро мы уже сделали все работы. То есть электроснабжение полностью готово и сюда подано для томографа. Осмотр будущего кабинета компьютерной томографии провел Дмитрий Волошин. Вместе с комиссией глава городского округа посетил вторую городскую поликлинику. Однако проверкой одного помещения не ограничился. Дмитрий Волошин прошел по коридорам медучреждения и вынес однозначный вердикт. Зданию необходим срочный ремонт. Мы прошли комиссионно, посмотрели. Дело в том, что сейчас необходимо делать косметический ремонт. Где-то отваливается штукатурка, где-то нужно двери заменить. Плитка треснула. Ну, то есть недопустимые вещи для поликлиники. Срок в течение двух месяцев, то есть апреля-май, 3800 метров провести косметический ремонт. Пока в тех местах, где это является предметной первой необходимости. А уже в мае поликлинику начнут ремонтировать капитально. Работа займет два года. До конца 2021-го здесь отремонтируют кровлю и фасад. На 2022-е ставят внутреннюю отделку и полную замену устаревшей мебели. Нина Бережная, Николай Забродин. Новости Химки ТВ.